У вас бывает так, что вот прошел год, вы вспоминаете, как он прошел, вы подводите какие-то итоги и понимаете, что как-то он прошел, походу, не очень, особо ничего не изменилось. Может быть, вы ставили цели на год, вы на них смотрите сейчас и понимаете, что вы особо их не реализовали, как-то ничего не достигли и становится как-то грустно. Но целый год прошел, а результаты какие-то не очень вдохновляющие. Я вам на это скажу, что, возможно, вы неправильно подводите итоги года. И в этом видео я хочу поговорить о том, как правильно с психологической точки зрения подводить итоги. Поехали! Меня зовут Ольга Зайцов, я психолог, и я рада вас приветствовать на своем канале. Прежде чем мы начнем подводить итоги, нам нужно вспомнить, что происходило, собственно, в этом году, набрать этот, собственно, материал, который мы будем анализировать. Я не знаю, пишете ли вы цели на будущий год, я очень люблю это делать, мне это помогает структурировать мысли. И вот как раз в конце года очень думаю посмотреть, где я была в начале года, к чему я стремилась, что было для меня важно, и оценить это. Обещание номер один. Сбросить не менее 9 килограммов. Номер два. Грязные трусики бросать в корзину для белья. Если вы этого не делаете, то не страшно, но просто прежде чем мы приступим к непосредственному подведению итогов, вам нужно найти, что анализировать. Потому что, если вы будете вспоминать вот просто сейчас, сразу, да, в декабре, вы можете не вспомнить, что у вас происходило в жизни, там, в январе, в марте, в апреле. Эти события могли стереться из памяти, и вам может показаться, что особо ничего не происходило, хотя на самом деле это не так. То есть, либо вы вспоминаете, что у вас происходило, может быть, записываете прям по месяцам, какие были события. Просматривайте свои фотографии, например, потому что вот так тоже можно вспомнить, что у вас происходило. Либо можно выделить сферы жизни, которые для вас важны. Либо вы сами выписываете по списку эти сферы. Например, это может быть работа, семья, общение с друзьями, хобби, саморазделитель, например, здоровье. Вы смотрите, что у вас происходило в течение года, и вы оцениваете свою степень удовлетворенности по каждой из этих сфер. Вот, это такое небольшое вступление. А теперь давайте поговорим о том, как, собственно, подводить итоги года. Если у вас есть сферы, если у вас есть цели, которые вы ставили... В этом году я буду счастлив. Я сам сделаю себя счастливым. Вы берете этот список, ставите его перед собой, и по каждой цели вы оцениваете, насколько вы считаете, что вы осуществили эту цель от 1 до 10, где 1 это вообще никак, вы абсолютно ничего не сделали, эта цель у вас осталась в том же состоянии, в котором она была в начале года, где 10, вы очень довольны прогрессом, который вы сделали, вы... то, что планировали на этот год, вы достигли этого. И вот здесь важный момент, именно та часть психологичная. Я специально даю именно шкалу от 1 до 10, а не просто там галочка, сделано или нет. Потому что шкала, она позволяет нам оценить именно прогресс. Например, какие цели были у меня, да, я хотела в этом году, если говорить о моих хобби, о моем саморазвитии, о чем-то таком, то я хотела ходить в... больше ходить в театре, больше ходить на выставки, где хотелось разнообразить свою культурную жизнь. Но, вы сами понимаете, год был не очень благосклонен ко мне в этом плане, поэтому большую часть года я не могла это реализовать. Но в начале года я успела сходить на один спектакль и на одну выставку. И, соответственно, я в начале как-то думала, что, ну, вот, если я буду ходить хотя бы раз в месяц на какой-то такой мероприятий, для меня это будет уже большой прогресс по сравнению с тем, что я раньше делала, да. И вот я ходила два раза, и условно под этой целью я могу поставить себе два балла. То есть, если бы у меня не было этой шкалы от одного до десяти, я бы, наверное, сказала, что цель у меня скорее не реализована, ну, как бы сходила всего в начале года на два мероприятия, как бы ни о чем. Но у меня все-таки есть два балла, что мне показывает, что какие-то шаги я предпринимала в этом направлении. Ну, или возьмем какой-то пример без цифр, более абстрактные. Например, вы хотели пойти на какое-нибудь обучение, но это обучение стоило дорого, поэтому нельзя было сделать так просто, записаться и все, поэтому именно вы выделили это как самостоятельную цель. И вот в конце года вы все еще не пошли на это обучение. Но вы, например, собрали уже практически всю сумму, и на следующий поток, который будет, допустим, через пару месяцев, вы уже сможете пойти. Эту цель, я думаю, можно было бы оценить практически как на 7-8, а то и 9 баллов. Она практически реализована. В общем, примерно по такому принципу вы оцениваете все свои цели прямо по списку. Можно поставить это видео на паузу, сделать это, потом продолжим. Ну, а я продолжаю сразу. В общем, когда вы оценили все цели, вы все, что выше 5 баллов, считаете для себя за успех. Вы себя, правда, как хвалите. Все, что ниже 5 баллов, это не совсем успех, но мы на этом не останавливаемся. Мы анализируем. Проанализируйте те цели, где вы набрали много баллов. Постарайтесь понять, что вам помогло добиться результата вот в этом моменте. Что это было? Это было, может быть, время, которое вы уделяли этим целям. Это была, может быть, поддержка от ваших близких. Возможно, у вас было какое-то окружение, которое вам помогало добиваться этого. Возможно, вам помогло в этом что-то еще. Проанализируйте это. Это, наверное, какие-то ваши сильные стороны. И, возможно, это что-то, что вы сможете применять в будущем году для того, чтобы добиться других целей. Точно так же можно проанализировать и те цели, которые набрали меньше 5 баллов. Причины, почему они набрали так мало баллов. Причины могут быть разные. Начиная от того, что, например, как в моем случае с моей культурной жизнью, я не могла никак предугадать пандемию. И она, конечно же, очень сильно мне помешала в посещении театров и выставок. И от меня это не зависело. Возможно, и вам помещали в внешнюю обстоятельство. Надо думать, в этом году такая особенно, конечно. Возможно, какая-то цель, которую вы ставили, она для вас перестала быть важной в течение этого года. И вы понимаете, что вы просто реально не делали усилий для того, чтобы ее достичь. Или, возможно, вы достигали вместо этого другую цель. Ту цель, которая набрала как раз больше, чем 5 баллов. Потому что время — это ограниченный ресурс. И, возможно, что вы сознательно подсчетовали какой-то одной целью ради достижения другой. То есть, анализируя те цели, которые набрали меньше 5 баллов, вы можете понять какую-то вашу иерафию ценностей. Вы можете понять, как изменились ваши предпочтения в жизни. Ну и, возможно, вы можете все-таки понять, что какие-то цели были для вас важны, вы хотели их достичь, но у вас реально не получилось. И тут даже не важно из-за вас или из-за внешних обстоятельств, но это действительно грустно. И это тот самый момент, когда нужно себя пожалеть, нужно себе посочувствовать, нужно посмотреть на себя глазами любящего человека и пожалеть себя в этот момент. А не ругать, не гнобить себя за то, что вы не добились этой цели. Вам и так уже грустно. Возможно, вы поймете, что какая-то цель не была достигнута, а вместо этого вы особо ничего не делали. Никакая другая цель не была достигнута за счет вот этой цели, которая была поставлена на второй план. Возможно, вместо этого вы и спали, и смотрели сериалы, и тупили в телефоне. О чем это может говорить? Это может говорить о том, что, возможно, вы не запланировали достаточно отдыха или времени для себя. А для вас это является тоже ценностью. Помните о том, что время, энергия, вообще ресурсы в целом, они обычно ограниченные. И мы не можем добиться всего и сразу. Мне приходит в голову пример, который был со мной в моем детстве. У меня мама часто сравнивала с другими детьми, причем не с каким-то конкретным одним ребенком, а с разными девочками. То есть, например, одну девочку она мне ставила в пример, потому что та помогала родителям очень много по дому. Другую девочку она мне ставила в пример, потому что она была очень активна и участвовала в разных внеклассных мероприятиях. Третью она ставила мне в пример, потому что она очень хорошо училась. Все эти девочки, это были их достоинства, да, но у них были недостатки. Я же должна была и хорошо учиться, и помогать по дому, и участвовать во внеклассных мероприятиях. Такой вот идеальной девочки в моем окружении не было, но моей маме хотелось, чтобы ей стала я. Иногда, к сожалению, этот подход мы продолжаем применять к себе в течение всей жизни. Мы смотрим на каких-то идеальных людей вокруг, в соцсетях особенно. Мы не знаем, что происходит у них за закрытыми дверьми, но нам кажется, что вот они очень много успевают, что у них все так хорошо, все так классно. Иногда мы, как моя мама, не хотим принимать в расчет то, что это разные люди, и если у одной хорошая семья, у другой классная карьера, это не значит, что у меня должна быть и семья, и карьера, и еще каких-то там 10 пунктов. Важная черта взросления и психологической зрелости — это умение принимать себя со своими недостатками, со своими ограничениями, и уметь относиться к себе с сочувствием и пониманием. К сожалению, момент подведения итогов года может стать довольно тяжелым, деморализующим, может стать таким моментом, в котором очень много самокритики и забрать много энергии, которой и так не хватает в конце года. Именно поэтому я хотела вам рассказать об этом способе, как я называю, психологическом подведении итогов года, который может дать немножко самоподдержки, немножко самопринятия, и помочь вступить в Новый год в немного более ресурсном состоянии. Надеюсь, что вам это было полезно. Ставьте лайк, если вам понравилось, подписывайтесь, если вы еще этого не делали, пишите мне в комментариях, насколько вы считаете, вы успешно закончили этот год, насколько вы смогли реализовать поставленные цели. Ну и я всех поздравляю с наступающим Новым годом, и желаю вам всем вступить в него полными энергии, воодушевления и насыщенными вот этой новогодней магией, которая сейчас вокруг нас. Всем пока!